Приветствую вас, дорогие участники Atomi. Меня зовут Александр, официальный статус многодетный отец и предприниматель. Около 20 лет я очень тесно сотрудничаю с Южной Кореей. Мы продаем спецтехнику и комплектующие. Также у нас был магазин южнокорейских товаров, косметики, продуктов. И когда у меня был магазин, я хотел разработать мобильное приложение и сайт. Я понимал, что надо уходить в интернет. Когда я услышал такую фразу, если вашего бизнеса нет в интернете, то в скором времени ваш бизнес исчезнет. Но разработка программного обеспечения и сайта, она стоила немалых денег. И каждая дополнительная функция это дополнительные расходы, что было неприемлемо в рамках нашего магазина. Таким образом, я нарвался на рекламу на Amazon. Мы разработали логотип, выбрали нишу, договорились с поставщиками. И осталось только оплатить нашим партнерам в Китае, чтобы они, в свою очередь, отправили продукцию в Америку. И тут ко мне приехали партнеры из Южной Кореи и рассказали про проект Atomi. Скажу, что сразу он мне не отвлекнулся, но когда я самостоятельно начал изучать проект Atomi, у меня в голове загорелась лампочка. То есть, получается, я как предприниматель не затрачиваюсь на разработку сайта, мобильного приложения, не договариваюсь с поставщиками, не занимаюсь логистикой, растаможкой, складированием. То есть, моя последняя задача это просто продвижение, рекомендовать нашу платформу для потребителей. Дело в том, что в нашем проекте, в проекте Atomi, выгодопрепитателем является в конечном счете потребитель. И я как предприниматель понимаю, что если выгодопрепитатель в конечном счете потребитель, то этот бизнес можно назвать успешным. Здесь я провожу параллель со своим традиционным бизнесом. Если в традиционном бизнесе с каждым разом я все больше и больше вкладываю энергию, но на выхлопе доход, она в каждом разом все меньше и меньше и меньше. То в Atomi, тут получается с каждым разом ты затрачиваешь все меньше энергии, но доход с каждым разом у тебя становится все больше. Если провести параллель модель управления бизнеса, то в Atomi она горизонтальная модель управления, где нет начальника подчиненных, а эта модель она гораздо эффективнее, чем вертикальная модель управления, где есть начальник и подчиненный. Дело в том, что в бизнесе никто так не замотивирован, как сам собственник. И последнее. Лучше иметь по 1% денег от усилий 100 человек, чем 100% собственных усилий. С вами был самый счастливый папа Александр Стармастер.